Всем привет! Сегодня я хотел бы показать вам одну из самых красивых дорог, которые только есть в Крыму, на мой взгляд. Из Алубки, Форос, на Байдарские ворота, мимо церкви, просто великолепие вдоль скал свисающих Айпетри. Все, сегодня это вам покажу. Это великолепнейший маршрут для катания на велосипеде с рулем бараном, на шоссейнике, на гравейнике, да и на любом другом, конечно же, тоже можно его проехать. Он не то чтобы сложный, подъемы там есть, но они не очень крутые. И самое главное, очень мало машин при безумной красоте и очень хорошем асфальте. Почему мало машин? Потому что вот это вот шоссе, которое проходит чуть ниже, южнобережное, было построено в объезд вот этого севастопольского шоссе, которое идет на Голубой залив и оползневое, и теперь машин там практически нет, только те, которые, собственно, в эти селы ездят. И эта дорога свободна для того, чтобы рассекать там на велосипеде в полный кайф. Ну что ж, давайте посмотрим. Мы сейчас находимся как раз на выезде из Алубки, на развилке Севастопольского шоссе, уходящего сюда, и южнобережного шоссе. Там Ялта, туда Форос и прочие Севастополи. Что ж, давайте для параформы доедем до самого низа. Так, нарушаем машину. Пока. И вот так, чтобы от самого начала маршрута его полностью проехать. Погнали! Сначала тут идет небольшой подъем. Они все очень пологие, мягенькие. Тут будет буквально два, наверное, а то и один всего лишь торчок с каким-то заметным градиентом. Но это полная ерунда, потому что если у вас, например, маунтинбайк, у вас сто пудов будет достаточно легкая передача. Если у вас шоссейник, вы все равно закрутите. Зато виды, которые здесь будут, это что-то невероятное. Начинается все как простая обычная крымская дорога. Пока что мы едем слева моря, как обычно стройки и всякие такие штуки. Но вон там уже виднеется гряда Айпетрия, свисающая над предстоящим нашим путем. Продолжение следует... 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 ... это мы смотрим на поселок голубой залив и вот там мы проедем в сторону оползневого смотрите какая красота не боится высоты можно полазить даже по этим штуку но я пожалуй нет так а Субтитры подогнал «Симон» 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 о смотрите смотрите огромные скалы у меня шея так высоко не поднимается так представляете вот там то самое южнобережное шоссе и мы вот забрались в такую красоту это реально самая красивая дорога в крыму корси я просто не видел это что-то невероятное и главное обратите внимание сколько было машин и наверно же как попугай заладил и пару слов о моем замечательном велосипеде out leap небольшой перерывчик как раз под пиком кастропольский я хотел бы рассказать немножко о своих впечатлениях о велосипеде я все больше и больше на нем катался даже значительно больше чем на двух подвесе в основном катался только на нем здесь и трансмиссия micro shift sword работают замечательно мне общеньких проблем нет я под затянул муфту да все равно цепили азбит она здесь довольно близко к перу на маленькой звезде и конечно лучше все-таки использовать не бронепленку как здесь сейчас наклеена какой-нибудь более надежную намотать и может быть как иногда делают обмотку какую-то чем больше катаясь по всяким злым местам тем больше проникаюсь уважением велосипед вывозят покрышки качаю слабо они везде совершенно нормально справляются я ни разу еще ничего не пробил меня нет ни одной вмятины на ободе все замечательно работает но конечно когда я пытаюсь ездить по каким-то антрелом по камням я качаю посильнее просто чтобы не пробить насквозь получается такой анекдот по асфальту катаю на меньшем давлении чем по трейлам пытался ставить вынос по длине и оказалось что не нужно с этим 90 как раз вроде бы все в порядке но тут уже от ваших личных предпочтений обратите внимание у меня еще и седло не сдвинуто назад достаточно далеко по шоссейному потому что здесь в основном приходится ехать в гору и тем самым я как бы компенсирую наклон я уже сточил полностью задние колодки и сейчас заменил взял какого-то такого забавного голубого цвета у кати с канала гонзы мужик они привезли колодочки и кстати прикольно они новые непритертые работали даже лучше чем те которые стояли в стойке здесь видимо колодки в стойке очень слабые но в целом с подобными тормозами собственно как и с любыми другими механическими целая куча танцев когда у тебя стираются колодочки их надо подстраивать каждый раз гидравлика когда настроена она сама компенсирует утирание колодок и в целом конечно однозначный вывод если вы можете чуть-чуть переплатить за аналогичный велосипед но на гидравлике слава богу сейчас лту да и там другие делают недорогие модели лучше все-таки переплатить гидравлика это полный восторг по сравнению конечно со всеми этими механическими системами тормозов пусть даже гидромеханические или просто механические ни в какое сравнение и прикол поскольку здесь стоит система шоссейную не уже q-factor и вот эти мои моим это бэшные педали шума на которые м530 у них тоже не самые длинные оси оказалось что я из тех редких людей которые терпеть не могут узкую постановку ног мне нужно шире причем терпеть не могу не потому что я капризничаю а у меня реально начинает болеть весь вот аппарат связочно-коленчато суставчатый мне прям больно я хочу ноги расставить чуть пошире как не знаю гусь ходит до лапки я не могу потому что ограниченную ширина тогда с теми же самыми педалями на двух подвесе катаю где мы т.б. система с более широким q-factor а там не таких проблем нет здесь есть и я обнаружил что я реально упираюсь не в мышцы не в дыхалку не в сердечно-сосудистую систему а в связки и колени это болит начинает первым делом и ограничивать меня и поэтому прикол я поставил сюда топталки и вот в топтальных five-тенах катаюсь теперь на гравийнике то есть на двух подвесе меня контакты на гравийнике топталки и все стало на свои места конечно это очень легко решить тем что можно просто на контакты поставить более длинные оси или купить контакты с более длинными осями но эта проблема редкая все-таки большинство людей с узким q-factor не то что уживается хорошо а для них он работает хорошо но есть люди которым нужно пошире и если вы такой не стесняйтесь не бойтесь этого в себе признать вот потому что ну реально вы только себя травмируете но конечно возможно потом поставлю педальки контактные но с более длинными осями ну и парни справедливости ради помните я говорил то что в каретке заложен небольшой и он поначалу не ощущался сейчас когда я проехал достаточно много он уже все-таки начинает ощущаться вот прям ходит я уже чувствую его педалями так что каретку надо все-таки менять имейте ввиду что ж продолжим путешествие я специально решил поснимать в линейном режиме без искажений никакой тем более там супер view для того чтобы максимально сохранить вертикальные пропорции того где мы едем вверх и и камеру соответственно наклонил тоже не вниз а больше как бы по центру здравствуйте и сейчас еще и подъемчик закончится у нас настанет длинный длинный спуск кстати давайте вам покажу как это будет выглядеть пойти назад посмотрите вау так аккуратненько и вот здесь прям офигенный вид назад открывается до полный восторг и обратите внимание который раз нет машин и так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поднимается дорога как раз к Хваровской церкви Здесь уже надо быть чуть-чуть более внимательным Потому что тут уже машинки есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дорога по которой мы ехали и поднимались ДимаTorzok 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 ДимаTorzok